всем привет с вами ted а наша серия дошла уже до двух базовых алынов смотрите внимательно и до конца и ваш ммр точно пойдет вверх потому что мы сегодня покажем два открытия против протаса и против терна зерга в принципе она подходит против них обоих этих раз вот и если вам понравились алыны обязательно напишите в комменты какой состав войск вам больше нравится на алыне вот так же тем кто пробует пробует играть по моей серии обучения у него что-то не получается обязательно посмотрите видосик в предложке сейчас он рассказывает собственно про то как ваша производительность собственная не компа работает а мы перейдем к билду если бы точнее я сосредоточусь на открытии да то есть в этой серии мы выучим самое главное то как занимать вторую базу вот этот вот нюанс вы скажете так мы же занимали вторую базу в прошлых там до типа в прошлом был уникальный писать билд я три базы занимал там мы занимали третью базу и вторую через уникальный билд который достаточно сейфовый аккуратный там цель была не занять третью базу там цель было научиться научиться жать кнопочки кнопочки жать чтобы заказывать производить 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 здесь же мы научимся правильно выходить запроса во вторую базу сейчас pvp и почему два билда нужно потому что по мете до мета так развилась что вы не можете запроса играть по одинаковому против каждой раз и поэтому вам на этой части нужно выучить два билда итак начинаем пилон на рампе ставим затем раллипойнт ставим сюда делаем буст как только у нас пилон достроился ставим гейт затем ставим еще один стаще 1 газ на 17 лимите 2 газ на 18 едем вниз и смотрим на фатонки это важно на то есть вот этот путь он мы смотрим чтоб нас не фатон или то есть вам больше разведки не понадобится мы не будем играть с разведкой но мы правильно и делаем открытие вот посмотреть фатонки это часть открытия как раз таки затем поднимаемся ставим гейт и бежим собственно домой в любой другой ситуации вы бы поехали на разведку но до разведки наша серия пока не дошла поэтому мы не разведываем зачем нам наполняем наши газы как только гейт достроится ставим кибернетку ставим газ газы наполняем медленно да то есть на 16 пробок на минерале все время газы раллипойнтами по чуть-чуть достраиваются после кибернетки пилон в принципе вот открытие готово что я рекомендую научиться делать открытие идеально чтобы в 205 это вот самое крайнее на то есть это здесь не супер ровное открытие можно это сделать в 2000 но в целом 205 пойдет если у вас в 205 2 гейта начинают делать два юнита это stalker sentry это в кибернетке учится варп и у вас пробка готова поставить третий пилон то есть вот если у вас все вот так вот как здесь на картинке на все окей если нет если у вас вот эти юниты начинают делаться там в 220 это плохо потому что ребята прошло всего две минуты игры вы уже позади то есть так делать не надо нужно две минуты ничего особо 4 здания буквально поставить во время все вот ставим пилон внизу и одну пробку ставим сюда эта часть пвпшки если вы сразу привыкнете делать вам будет дальше немного проще если соперник будет пытаться к вам пробежать адептами вы сюда ставите просто батарейку либо гейт гейт если много адептов батарейку если парочка адептов вот почему батарейка не пилон ведь у нее двое стоит по 100 минералов какая разница разница есть то что батарейка 29 секунд делается илон 18 соответственно вы батарейку поставили она два раза сможет заблокировать тени адептов но к вам вероятнее всего пока еще адепты даже не бегают поэтому не стоит по этому поводу напрягаться главное учите вот постройку зданий вот дальше объясняю что мы делаем то есть дальше нас какая цель мы играем двухбазовый алын соответственно первое первое что мы делаем мы должны максимально быстро нас эти две базы пробками второе построить количество зданий чтобы она покрывала нашу экономику для этого вы можете пользоваться табличкой с первой серии ну и всякие такие штуки использовать ну либо просто поэкспериментировать третья прийти и уничтожить соперника вот пилон достроился ставим батарейку батарейка это важно батарейка это дает вам возможность выжить если вас придут убивать делаем еще сталки в центре и потом ставим nexus nexus ставится ближе к 3 минуте и вот эта часть тоже открытие важное центре сейчас накопит энергию из 75 энергии накопилось сразу же кидается иллюзия феникса и все и полетели иллюзия феникса будет разведывать что делает соперник тем временем мы у себя делаем с еще сталки в центре либо два сталкера там уже сами смотрите это в принципе не важно но суть в том что мы делаем 6 юнитов из наших гейтов и роба ставим в 320 вот то есть в отличие от уникального билда у нас позже роба у нас больше юнитов чтобы компенсировать отсутствие роба и раньше nexus намного раньше nexus вот видим что соперник тоже там развивается видим что он делает stargate что самое крутое прикольное с тем что он делает stargate тем что вы сейчас можете уже спрогнозировать его действия и какие-то принять реакции да то есть я понял что там может прилететь оракал я отправил часть юнитов сюда часть сюда вам вот для этого нужно вот эта разведка то есть и чтобы правильно поставить юнитов своих вот и начинаем делать я начинаю делать immortal сразу одного делают twilight то есть я говорю форжи нам не надо кидаем еще один еще одни разведки причем эти разведки летят так чтобы посмотреть вдруг он тут занял какой-нибудь еще nexus всякое бывает занимаем газы и вот с этого открытия у нас самое главное это в 5 40 уже должны быть две базы полностью готовые вот что я сделал я когда здесь пролетал фениксом я в этой игре конкретно зацепил еще один stargate если я не ошибаюсь мы посмотрим да вот еще один stargate но что самое главное самое главное что вам принципе вообще все равно что вы там зацепили вы можете каждый раз сделать одно и то же логика будет будет всегда одинаково пытаетесь 5 40 сделать двубазовую экономику как только сделали натыкали гейтов чтобы ее покрыть кидаете призма и это алын и морталы архоны у вас сумме два иммортала у вас какое-то количество архонов вы просто приходите и идете его крушить вот такая у нас логистика простая то есть цель взять построить две базы и прийти до восьмой минуты убить пришли и крушите то есть не надо продолжать потом игру выводите в 30 минутные какие-то баталии непонятно чего вы должны прийти этим убить то есть до мастер-лиги вы сможете где-то процентов 80 игр побеждать вот этим выходом реально и ну почему бы этого не сделать если вы будете грамотно выходить в базы вот собственно посмотрим еще одну версию вторая версия и этап версия против зерга против терна мы открываемся в пилон если это играем против зерга пилон должен стоять в этой зоне чтобы потом поставить стенку пилон гейт газ опять же напоминаю играем без разведки если к нам прибежали ранние линги и нас съели ничего страшного тренируйтесь на то есть типа вы начнете их отбивать потом это легко сложно это вот производить и делать билды и кибернетку ставим nexus и сразу же еще один пилон потом гейт потом газ и вот она да то есть вы должны дойти к тому что у вас на второй минуте ровно делается уже юнит какой-то у вас полностью насыщенная вторая база заметьте почти газ готов на ней три пробки делается варп вот к этой ситуации это правильное открытие пилон гейт газ кибернет коннексус пилон газ вот такое затем вы продолжаете делать рабочих ставите батарейку у себя но против зерга в стенке против терна на главной базе чтобы можно было уйти юнитами вниз чтобы здесь пробки от рипера выживали естественно если он придет вам не надо за ними следить когда батарейка достроиться и делаем сталки в центре и еще одного сталкера вот и как я говорил валы не самое главное насытить экономику первое да то есть не построить какие-то там знание что-то еще главное насытить экономику вот тем не менее на 250 оставлю роба потому что там есть ресурсы на это наконец обиваю рипера делаем observer и для чего нам этот observer он в принципе нужен чтобы прийти и смотреть когда к нам зеркаль и терн выдвинется в нашу сторону тогда вы сможете просто ну хорошо прогнозировать его вот этот выход и защищаться от него здесь же я доставляю еще два гейта и сейчас я доставлю еще два роба почему вообще что значит эти два роба зачем не два роба а это просто если вы правильно пользуетесь табличкой продакшна из первой серии вас ну вы сможете почитать что с двух базовой экономики вы потяните три гейта и три роба если будете играть в колоссах и вот собственно я здесь получил урон по пробкам мне соперник пришел нанес этими гелионами то есть пожег что-то я их восстановил и потом продолжил производство только потом да сначала восстановил потом уже на сдачу как есть денежки продолжил по три колосса делать да по три колосса делать и постоянно варпать заказал три колосса варпанул там зелков заказал три колосса варпанул еще там кого получилось еще зелков потом сейчас еще три колосса варпанул еще что-то там варпанул варпанул и все мы так продолжаем 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 когда у нас получилось 9 колоссов заказываем 3 observer и идем в атаку это двух базовый аллэйн как бы продолжаем отсюда производить дальше то есть мы продолжаем из этих роба производить. Можно 3 Мортала заказать, можно еще 3 колосса. Но суть, что к 8-й минуте у нас должно быть 150 лимита, у нас должно быть 6 колоссов, и мы на 8-й минуте вот так вот приходим, что-то наварпываем и устраиваем просто мега-замес. Вот такое вот сражение у нас идет. Колоссальное. То есть критический урон наносится Терану. Продолжаем варпать, продолжаем строить. То есть вот это самое главное. Здесь у меня типа есть третья, но ее быть в принципе не должно, это не важно. Ваша задача продолжать с двух баз производить из того, что вы настроили. Если вы настроили правильно и хорошо тратите рез, у вас ресурсы будут сливаться постоянно в ноль. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Дед.